господа всем привет всем привет из москвы сегодня ролик посвящен а им ассистов halo infinite ну понятно что все ну почти все наверное знают что это такое как это работает но сегодня конкретно этой игры мы коснемся но в принципе это поможет и в других играх если кто-то не понимает а если кто-то перешел с мышки из клавиатуры играть на геймпад что правильное решение вот поиграв какое-то время понимаешь на геймпаде совершенно другой experience и совершенно другое ни с чем не перед непередаваемое удовольствие ни с чем не сравнимое удовольствие до игры поиграть на геймпаде вместо мышки клавы так вот для этих людей я принципе объясню что такое массист и как избежать некоторых проблем именно в halo infinite на пк но в принципе есть один один момент который касается и консолей а вот потому что при несоблюдении при несоблюдении некоторых некоторых требований да вы можете просто в катке остаться без а и массиста такой со мной случалось опять же на собственном опыте на собственных ошибках на собственном примере буду рассказывать а также я в этом убедился посмотрев нескольких западных блогеров в принципе на русском языке есть много роликов по поводу того что такое массист но нет конкретно объяснение тому того как это работает в halo infinite и так что она в первую очередь надо сделать я об этом говорил в первых в двух роликах предыдущих вкратце касался что нам нужно сделать прежде всего это если вы играете на пк опять же это запустить игру из стима в режиме big picture я сейчас не стала захвата окна дело все знакомы с лаунчером стима в правом верхнем углу есть кнопочка big picture ее нажимаете из этого момента ну естественно при подключенном геймпаде вы управляете стимом с геймпада вот и управляя стим с геймпада вы также запускаете игру с геймпада и поэтому игра точно совершенно знает что вы будете прошу прощения играть на контроллере а не на мышке и клаве все запустили игру дошли вот до этой доставки в принципе уже нажав на запуск игры мы просто забываем что у вас перед что перед вами лежит мышкой лежат мышка и клава просто забываем и стараемся к ним вообще не прикасаться даже не стараемся вообще просто вот запрет к ним прикасаться потому что есть момент в хайло инфинит я думаю что его поправит что если вы вот на этом экране например нажмете enter даже запустившись в режиме big picture нажмете enter или левую кнопку мышки для того чтобы войти в меню игры у вас соответственно а и массе сможет включить со мной такое случалось это рандомная штука абсолютно я думаю что все-таки это поправит рандомная штука когда работает когда нет лучше этого избежать сразу потому что в катке не очень приятно будет понимать что вы остались без всякой помощи а вот все на этом экране у вас геймпад в руках и здесь мы соответственно жимаем ну в данном случае на клавишу ей потому что меня контроллер не от xbox но xbox а вы скажем так заходим в меню все забыли вообще просто вот как будто у вас мышки клавы испарились нету их что касается настроек самих это наш первый момент да то это вернее два момента рассказал закрепим это режим big picture стиме запускаем игру и соответственно больше в игре мы не прикасаемся ни к мышке не клави дальше настройки настройки видео что самое интересное я очень доволен что и на консолях тоже потому что я стану скоро обладателем xbox и нового есть настройка feel to view ну все знают что это такое да это угол зрения соответственно я всегда играл и играю на максимальном какой возможен фов я так по я помню что в квейке то можно было еще больше поставить могу ошибаться вот я играю на максимальном соответственно если у вас более слабая машинка который не тянет максимальный фов почему она может тянуть потому что на экране естественно при большом угле зрения появляется больше деталей больше элементов соответственно производительность падает немножко да можно попробовать 104 105 это оптимальное значение для не сильных компьютеров вот но меньше сотки точно не рекомендую ставить aim assist конечно же будет работать но при маленьком угле зрения он будет слишком резким вам будет сложнее наводиться на 120 на 110 120 вот это оптимальное значение 120 для кого-то может много быть потому что ну на дальнем расстоянии сложнее будет целиться до сложнее замечать противника вот aim assist более более адекватно работает я уже это на опытным путем проверил поэтому ставим 110 120 и думаю что все будет отлично дальше дальше уже пошли к сами в самой в саму игру заходим в академии тренинг мод соответственно выбираем нашу любимую life fire я покажу просто как это работает и именно в хэл инфинты какие надо действия предпринимать чтобы не остаться без aim assist в игре во время матча возможно это и поможет другую игрокам в другие шутеры заходим training options здесь ставим нашу ранговый бр 75 соответственно дружеско дружественных ботов мы ставим в ноль делаем минимальный уровень сложности ботов ну чтоб они в нас не стреляли что просто показать как все это работает play fighting ставим он чтобы они в нас вообще не стреляли почему переключился на marine непонятно а инфини там оставим он опять же гру допиливают я думаю что эти проблемы все решаться со временем потому что даже иногда запуская игру с ярлыка забыв про big picture у меня а и массиста в большинстве случаев конечно же работает но были но бывают случаи когда он по его просто нету вот все включили и ищем ботик какого-нибудь чтобы показать на его примере как все это работает вот ботик появился смотрите провожу курсор прицел и на боте он замедляется на противнике он замедляется я с одинаковой скоростью веду но вот прям видно а рывочек такой по центру да все курсор прицел замедлился на соперники это нифига не а им вот как многие говорят кто никогда не играл на геймпаде за тебя геймпад все делает сам нет ребят поверьте когда вы управляете пальцем прицелом стиком да это совсем не то же самое что управляете мышкой всей рукой и поэтому вам вот эта помощь прицеливания она просто необходимо естественно прицел сам не наводится на соперника он просто помогает вам не что не попасть ситуации когда вас прицел просто будет пролетать мимо хотя я знаю людей которые играют без айм ассистом но даже про игроки даже киберспортсмены всегда играют своим ассистом просто в избежание неприятных ситуаций когда вы в простейшей ситуации не сможете навестись туда куда вам надо это уяснили то есть вот все айм ассист у нас работает мы выполнили некоторые требования которые вот я вначале озвучил да все работы дальше что не надо делать при игре на геймпаде при игре на геймпаде при стрельбе не надо прыгать почему потому что при прыжке айм ассиста если не полностью отключается то начинает работать гораздо гораздо слабее чем он должен работать и более того даже при приземлении еще какое-то время айм ассист опять же становится очень слабым всегда старайтесь держать прицел по середине экрана не прыгаем вверх-вниз и только в бою когда у вас айм ассист уже сработал на противнике тогда вы уже можете за ним вестись понимаете есть косяк айм ассистом в принципе если в любых играх когда у вас на экране два противника и айм асист не может иногда выбрать какому противнику прилипнуть вот поэтому да старайтесь вот прицел в центре экрана нашли противника не прыгаем не прыгаем потому что у меня тоже такой косяк был самом начале когда я по привычки как на мышке клави начинал прыгать там же никакой помощи нету стреляем именно с ног если только ваш соперник тоже не стал прыгать тогда можно и подпрыгнуть потому что он находится таком же положении и ему в принципе тот тоже достаточно сложно вас попасть вот навелись все видео даже если он подпрыгнет все равно старайтесь по большей части находиться на своих двоих на земле и просто вести если он даже подпрыгнуть 2 у вас айм ассист поможет вам навестись а вертикальный или ну вертикальной плоскости даже если начнет прыгать или приседать все равно им ассист немножко поможет поэтому всегда стараясь при игре на контроллере естественно находиться на земле это тоже очень важно и поймите одну вещь в любом случае даже используя геймпад ведь я сейчас не попадал в любом случае даже используя геймпад вам все равно придется самому целиться это не это не им бот это не им бот ребята совершенно совершенно другая вещь и вам гораздо сложнее поначалу будет играть чем на мышке клави вот какой-то такой небольшой ролик для понимания того что такое массис на примере для понимания того как избежать ситуации когда он может пропасть в halo infinite и надеюсь что это кому-то поможет всех буду вас рад рад очень видеть на своем твич канале на моих стримах сейчас у меня просто большая зоопарка очень перед новым годом но я как думаю у многих на работе поэтому стримы нерегулярные не могу предугадать когда я смогу запуститься но постараюсь сегодня хотел бы сегодня день рождения но я алкоголь не употребляю и думаю что вечерком возможно возможно я запущусь после нового года естественно будет временем побольше и там будем уже более постоянно стримить так что ссылочка на мой твич канал будет в описании заходите поиграем и опять же я ищу я ищу до сих пор со сквадников с кем поиграть вместе в хайло инфинит в эту великолепную игру всем ребят большое спасибо всем хорошего учебного или рабочего дня и всем пока спасибо